Мы приветствуем Ивету. Интересуемся, готова ли она к диагностике и чистке, доверить ли она нам свое биополе на период сеанса. Накивает. Визуально что-то мешает, посмотри. Да, у нее паутина много вокруг нее. Сила моего намерения, вытаскивай всю эту паутину, выходит до последней частички, включая внутренний белосвет Ивети. Этим светом она выдавливает из себя всю эту паутину, она выходит и формируется перед ней в шар. Кто? Отправляя шар в клетку-тюрьму. Даю команду на счет 3. Скэнер сканирует пространство над головой Иветы под ногами 360 градусов вокруг нее. Скэнер сканирует систем тонких тел Иветы, находит все. Арахноид вышел сразу. Синий дракон. Синий дракон. Сорок два восемьдесят семь. Дальше джин. Синий тоже. Тридцать четыре. Шестнадцать. И без девятый. Все. Все знают, где они находятся. Вы находитесь на чистке. Сейчас начинаем с реверса энергии. В процессе работы я буду задавать вам вопросы. Будете на них отвечать. Даю команду тонкой копии Иветы спроекцировать все энергетические и сферические каналы ко всем ответственным подселенцам, ответственным за чужеродную негативную патогенную низкоабрационную энергию в ее биополе. Каналы выстроились, выстраивая также канал к паутине арахноида. Даю команду тонкой копии произвести отчуждение всей чужеродной патогенной низкоабрационной энергии, откат всех негативных программ негативных мыслиформ. Пошла энергия по каналам чужеродная по отношению к Иветте и усилий потоки в 50 раз. Бес, сколько ты находился в этом биополе? Четыре года. Хорошо. Хорошо. Джин, 3-4-16. Сколько ты находился в этом биополе, Сини Джин? Семь лет он показывает, как он втягивает с нее соки сосет. У тебя есть контракт с ней на пребывание в ее биополе, Джин? Я не понимаю. Он показывает, как он ее окутывает, круг нее вьется, оберегает энергиями. Джин, я еще два раза послушаю твои ответы. Если ты не начнешь отвечать на мои вопросы, я у тебя заберу и чалму, и твой сосуд с деньгами, и все твои магические артефакты. И вторая попытка. Соглашение. Соглашение. Что ты даешь, что она получает? Что ты получаешь? Финансы оберегаю. Ты оберегаешь финансы. Как это понимать ей? Расточительность охраняю. Ты не даешь ей тратить деньги или наоборот, ты не даешь зарабатывать ей? Она тратила на других, теперь тратит на меня. Она тратит на тебя свою энергию. Работая наверняка очень много, именно на этом ты вырабатываешь свои золотые монеты. То есть ты ей перекрыл денежный канал? Ни в коем случае. Она хотела работу. Она и получила. Получила ли? Я получаю. Да. Энергетический подъем, вытягивая с нее эти энергии. И в конце концов она остается ни с чем. Она хотела работу. Хорошо. И она призывала, она делала осознанный заказ, запрос к Джину. Джин, Синий, приди. Исполни мои желания. Я хочу работать. Или ты это так интерпретировал? А кто придет на такие желания? Кто приходит на такие желания? Вполне законный вопрос. Как у нас с реверсом? Закончено. Устанавливали фильтры с золотой сеточкой на все каналы в порядке реверса. И в это забирает всю чистую, светлую, божественную энергия. Обратно пошла энергия божественная, чистая. Один, два, три. Все, что не похитили, все, что не изъяли до последней капли, возвращает и в это себе обратно. Она хозяйка своих энергий, возвращает все свое себе обратно. Синий дракон, сколько ты присутствовал в этом биополе? Год. На что зашел? Какая цель пребывания? Мне понравился ее поиск, изучение себя, ковыряние в себе, развитие. Мне интересно с такими душами. Но ты же не сидел просто так. Ты еще забирал энергии, не так ли? Или делал обмен их? Я смотрел все, что она делает по развитию себя. Находясь в жестких условиях непонимания, она ищет пути развития. И мне приятно эти энергии. И арахноид, сколько ты присуствуешь в этом биополе? Двенадцать. Двенадцать лет. Это самый большой долгожитель здесь. Ждем окончания реверса. Готово. У кого еще есть договор с ИВТ, кроме Джина? Некого. Хорошо, начинаем вытаскивать то, что осталось без. Скажи мне, где находится лярва в биополе ИВТ? На сердце, на сердечной чакре, от шеи вниз. Это от кого? Это арахноида пошло? Или это платы дракона там были? Или просто... накопила в себе. Накопленная. Не высказав. Все, что она не высказала, все осталось на ее сердце. Невысказанное. Все понятно. Итак, без. Есть лярвы? Только на сердечной чакре или еще где-то? Есть. На спине, сзади, на пояснице. Ну, там она боли должна была чувствовать. Хочешь их получить? Хочу. Выходи. Снимай все, что я оставил. Сначала на своей чистоте отключайся полностью. На месте доложи, что ты все снял. Я дам тебе отдельную команду, можешь их забрать. Приступай. Он говорит, я немножко утяжелел. Чуть-чуть связал ладошки. Снимает все в это время. Как оно отражалось на ее самочувствии? Это твое чуть-чуть. Мысли ее ввели от просто мыслей глубоким, тяжелым. Ты переключал эти мысли, уводил их вниз, да? На свою чистоту. Понижал ей вибрации. Если она просто о чем-то начинала думать, это доходило до слез. Почему так? Обида. Обиду вызывала. Ух ты, вот это у тебя интересная специализация. Хорошо. Ты все снял? Снял, да. Разрешайте забрать все лярвы. Забирай и возвращайся назад. Вот эта обида какая-то у нее на груди скопилась. Готов. Джину выходить не надо. Втягивай в себя всю свою пыль, все подключки. Ничего не забывай. Приступай. У него синие какие-то белые энергии. Он синие втягивает, а белый, наоборот, как дует. И она начинает крутиться. Он показывает, что она крутится, чтобы работать в переносном смысле. Ну, в принципе, не только в переносном. Называется крутиться, как юла. Вот это он и показывает, что он дует. То есть, кто втягивает голубые энергии, кто дует белый, она начинает как под ветром, как юла крутится. Человек почувствует быстро разницу после чистки. Все втянул. Хорошо, идем дальше. Синий дракон, выходи. Снимай все свои платы, отключайся полностью. Ничего не забывай. Приступай. Здесь третий глаз. Перекрывал? Третий глаз и уши. Так подожди, дракон. Получается, ты еще не только наблюдал, ты еще и транслировал ей что-то. Не так ли? Это уже не учение. Может, ты что-то не договариваешь? Много раз она хотела остановиться и бросить. Я ее подталкивал туда. Куда ты? Это интересно. В твоей иллюзии. То, что я показывал, транслировал. Это не всегда мои. Это развитие. Любое развитие приветствуется. Он все снял. Орахной, твоя очередь. Выходи, вытаскивай все, что ты оставил. Отключайся полностью. Ничего не забывай. Приступай. Здесь плечи, шея и голова. Ну, как передвигается. И вот паутина, которая вокруг нее была, как шлейф. Он пользовался ими, как дорогами. Спускался вниз, поднимался. Как она ощущала твое присутствие, арахноид? На физическом плане? На тонких ножках он ходит. Вот эти покалывания ощущала она плечи, шея, голова. Это не только покалывания. Это еще наверняка была еще и каша в голове, и мигрени, головные боли. Было такое? Она ему нужна здоровая. Он старался не доводить ее до головных болей. Но что-то, конечно, мешало. Это больше как вата. Вот это вот. Вата в голове называется. Есть такое состояние. Паутина, она перекрывает ее концентрация. Вот. Он все снял? Да. Рассинхронизацию мы сейчас не сможем провести из-за того, что у нас есть действующий контракт с Джином. Я обращаюсь к Ивети, это у вас заключен контракт с Джином. Вы это понимаете? Вы готовы его аннулировать? Я не знаю. Всегда хотелось быть финансово обеспеченной. Я не думала, что это контракт. Но если он есть, то есть, я готова аннулировать. Вы послали запрос, который был адресован никому. Вот тот, кто первый, кто ее поймает, этот запрос, тот, в принципе, и получает возможность заключить, согласно вашему приглашению, контракт с вами. Джин, поправь меня, если я не прав. Кивает. Итак, вы заключили контракт, осознанно или неосознанно. Вы готовы его расторгнуть? Да, конечно. Я никому не могу из присутствующих предъявить какие-то обвинения. Они все зашли на свою чистоту. По закону свободы воли души и свободного права распоряжаться собственными энергиями, в это взяла ответственность за свою жизнь в свои руки и выражает это намерение. Я говорю в слухе, и тонкая копия повторяет за мной. Я вызываю все рода дополнения к соглашениям, контрактам и договорам. Договора выходят активно и подсвечиваются. Вышел контракт с Джином. Пусть повторяет за мной. Внутрия властью моего суверенного я, воля души и законному праву распоряжаться собственными энергиями. Пошел возврат энергии, если такова есть. Да, вернулась энергия к ней. Готово. Открываю воронку в галактическое ядро, и все аннулированные контракты и договора улетают на переработку в чистую первичную энергию. Закрываю печат и растворяю. Готово. Возвращаемся к рассинхронизации, даю команду на рассинхронизации и в этой с арахноидом, синим драконом, Джином и Бесом. Пошла рассинхронизация, до 100% заканчивается автоматически. Готово. Включая внутренний белый свет и в эти этим светом, она выдавливает из себя все негативное патогенное низкоаборационное остаточное энергии от интерферентов и их подключек. Свет пошел, энергия выходит, формируется перед ней в шар. Есть шарик. Открывая воронку в галактическое ядро, этот шар уходит на переработку. Закрывая печат и растворяю, даю команду скэнеру на контрольную проверку. Пошла проверка. Чисто. Помогая ей в эти мои энергии отстегнуть каналы на счет 3, 1, 2, 3, удар, отлетает каналы. Открывая воронку в галактическое ядро, канал улетает на переработку в чистую первичную энергию. Закрывая печат и растворяю. Готово. Хорошо. У меня вопрос ко всем присутствующим. Кто из вас присутствует в квартире и в этой? Рахноид присутствует. Еще кто? Таркона из платы. Бес. Бес присутствует. Джина из пыль. То есть практически все присутствующие. Я почему спрашиваю? У меня нет заказа сегодня на чистку этой квартиры. Но я вас хочу предупредить. Если такой заказ получится и при проверке, и в этой я опять обнаружу кого-то из вас в ее биополе, могут быть проблемы. Довольно серьезные. Если вы думаете это шутки, вы наверняка ошибаетесь. Поэтому я вам рекомендую не подходить никому к ИВЭТе, чтобы не осталось там ваших следов. Если я кого-то обнаружу при проверке ее, он будет серьезно наказан. Все понятно всем? Да, понятно всем. Бес хочет получить в дорогу эмоциональный фантом? Хочет. Выходит эмоциональный фантом ИВЭТе, проецирует все негативные программы, негативные мыслеформы, а также все низкоабрационные эмоциональные энергии злости. Низкоабрационная ересь, генерированная, проецируется на ее эмоциональном фантоме. Они как всплески энергии разного цвета, серые, черные, красные. И вот эти энергии вы сами сгенерировали, вы готовы от них отказаться? Готово. Сворачиваете энергии в шар, забираешь бес? Да. Отправляю бесу? Готово. Сейчас я тогда отправляю каждого из вас на вашу чистоту. Арахноид готов уходить? Готово. Открывается наверху портал против часовой стрелки на частоте арахноида, забираешь, что принес, уходит на свою чистоту. Закрывай, опечатывай, растворяй. Готово. Синий дракон, я хочу получить слово синего дракона, что больше никогда не придешь в это биополе. Даю слово. Открывается наверху портал против часовой стрелки на частоте синего дракона, забираешь, что принес, уходит на свою чистоту. Закрывая печатаю, растворяю. Джин, я повторяться не буду. Ты все понял. Джин найдет себе новое место обитания. Джина слышал. Открывается внизу портал против часовой стрелки на чистоте Джина. Забирает, что принес, уходит на свою чистоту. Закрывая печатаю, растворяю. Бес готов. Открывается внизу портал против часовой стрелки на чистоте Беса. Забирает, что принес, уходит на свою чистоту. Закрывая печатаю, растворяю. Готово. Хорошо. Клетка пустая или паутина осталась? Забрался. Поехали по частотам. Переходим на чистоту. Эта энергия проявит ее в виде темных пятен. Пошел свет. У нее много пятен, но самое основное у нее темнота такая, как веревка узкая на шее. И идет информация, что она очень часто соглашается, ну не хочет и соглашается с другим мнением или с какой-то задачей. Эта веревка манифестировалась уже, ее видно? Но она темная такая, как ободок вокруг шеи. Это ее согласие против своего, не то что воли, желания. Это и есть согласие против ее воли или своего желания, или против своей души. И в этом вы видите эту ситуацию, видите эту веревку, как вы своим согласием себе усложняете жизнь, не выражая свои точки зрения, не отстаивая ее. Часто она выразилась в виде этой петли на вашей шее. Я вам рекомендую обдумать эту ситуацию. Научиться говорить нет. Научиться, возможно, говорить. Хорошо. Сделаем его намерение. Снимаю эту веревку. Она выходит, зависает перед ней. Скэнер выдает магнит для удаления негативных остаточных энергий. Магнит в автоматическом режиме приступает к их удалению, забирает эту веревку. Пошел процесс. Ей нужно научиться говорить нет, иначе ее вот эти поступки забирает ее радость и счастье. Возможно, она не выполняет из-за этого свою программу, которую она наметила в этой жизни. А эта программа, наверное, как было. Она ее отвлекает. Отвлекает. Она делает для других, но не для себя. Готова. Открывая воронку в галактическое ядро, магнит уходит с этими энергиями на переработку. Закрывая, опечатывая, растворяя. Аннулирование контракта мы произвели. Создаем защитную оболочку под средней тонкой копии ВЭТО к источнику полимеркаба для структуризации энергии Земли и космоса и воссоздания защитного каркаса в ее биополе. Пошел процесс. Готово. Синхронизируется энергия вибраций, гармонизируется, распределяется, усваивается наиболее эффективным образом. Один, два, три. Хорошо, и в этом мы закончили вашу чистку. Как вы себя чувствуете? Великолепно. Прекрасно. Воздушно. Наполнено. Сияюще. А еще я знаю свои приоритеты. Сперва я должна помочь себе, а потом остальным. Абсолютно верно. Обратите внимание на то, что в вашем доме находится в вашей квартире еще с сущностями. Мы не имеем права их выгонять, поскольку нет согласия. Я их предупредил, чтобы они не входили больше в ваше биополе. Больше на настоящий момент с верой мы не можем ничего сделать, потому что нет согласия на чистку квартиры. Будем возвращать вас назад. И для освоения энергии вибрации возвращаем тонкую копию ВЭТ и в ее систему биоробот-душа. Заводим, подключаем к каждому органу клеточки, извилинки головного мозга. Проходит полная синхронизация, гармонизация между физическим биороботом и энергетическими тонкими телами. Готово. Отключайся от объекта. Поднимайся в комнату диагностики. Пошел, пойдем. Пошел, пойдем. Продолжение следует...